Я думаю, что и мы за сегодняшний день, когда утром встали, благодарили, что Господь продлил нашу жизнь, благодарили, когда с работы пришли, кто работал, благодарили Господа за то, что Он управлял нашим сердцем, и, конечно, и теперь будем благодарить Господа, что Он дал нам такое свободное, прекрасное время, когда мы можем очень просто и свободно приходить в наши места молитвенного общения, в наши молитвенные дома и, конечно, слушать Слово Господне. Поэтому мне очень хотелось, чтобы Господь сегодня вас благословил, чтобы Господь благословил меня, помог сказать то, что сегодня нужно сказать, и чтобы в будущее время, когда нам придется делать определенный выбор или решать какие-то вопросы, то чтобы мы не стояли в очи, а не в тупике, но могли услышать в сердце нашем уже записанное Слово Божие и поступить к нему, за что, конечно, мы благодарим Господа. И вы, наверное, не один раз отмечали в своей жизни, что если Господь что-то открывал, то впоследствии, через короткое время, вам это надо было. А бывали и такие времена, когда надо было отвечать, и вы не знали, что отвечать, не знали, как поступать. И это, знаете, что означало? Что где-то упустили время и оказались неподготовленными именно к тем обстоятельствам, которые нам предоставила жизнь. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы и в сегодняшний день, когда мы ведем речь о законе, о благодати, чтобы мы глубже и глубже могли понимать эти истины. Потому что это вообще очень серьезная тема, и она очень нужная, потому что очень часто люди все-таки сбиваются на закон. И в отношении исследования за Христом, и в отношении определенного рода поступков, которые надо совершать. И потому я напоминаю, мы в прошлый раз начали пятую главу, кое-что я говорил, но сегодня еще напомню, что в первом стихе пятой главы апостол Павел увещевает церковь Галатов, чтобы они стояли в свободе, которую им Христос даровал, и не подверглись его рабству, то есть не стали под закон. Вот такое вот интересное такое состояние и направление для мышления. Ведь по сути дела, и закон Бог дал для того, чтобы люди были свободные. Он напоминал им, что можно делать, что нельзя, для того, чтобы в грех не попали. А здесь получилось так, говорит, что уже теперь другое время, и уже теперь, если вы пойдете под закон, то вы опять попадете в усы этого закона, в плен попадете. И все дело в том, я уже немножко и буду повторяться еще, наверное, еще что-то новое скажу, все дело в том, что когда Христос умер на Голгофском кресте, то Он умер за наши грехи. И исполнил закон за нас. Это вот две вещи. Другими словами, взял на себя проклятие закона. И вот то, что Господь сделал, очень важно. Он уничтожил грех наш на Голгофском кресте. И говорит, я вам дал свободу. Вам уже не надо вот читать этот закон, вот это можно, вот это нельзя, и под страхом наказания исполнять закон, чтобы не согрешить. Кто-то говорит, уже нет греха, я его уничтожил, нет его. А раз нет греха, то зачем тогда закон нужен? Но, тем не менее, Господь оставил для нас учение. А учение, если мы нарушаем, с одной стороны, можем попасть под проклятие, потому что мы читаем в Писании, особенно в Послании Петра написано, но это уже не под проклятие закона, потому что греха-то нет, он уничтожен. А я попадаю только потому, что не верю, что он уничтожен авансом и втрапчен, что я его делаю. Он живет во мне. А в самом деле, если где-то споткнулся, если это несознательно, если это по бессилию моему, то я верю и понимаю, что Господь давно умер за этот грех, и я иду к Нему, прошу прощения, и этот грех уничтожается. И никакого закона не надо. Вот я просто хотел бы, чтобы вы вот эту поняли деталь. Вот есть разница. Когда нужно было исполнять закон и сегодня следовать по учению Христову, то тогда грех не был уничтожен. А сегодня он уничтожен. И я, когда исполняю Слово Божие, если я не согрешаю, то и греха нет уже. А если сделал, то в одно мгновение я принимаю верою, о наставании Слова, я каюсь, потому что учение Христово составил для нас, и этого греха нет. А если я его делаю и живу в нем, значит, я его не отдал Христу, я с ним не расправился. Тогда вообще-то не то, что под проклятие на земле, вообще могу погибнуть. И вы это знаете. Потому что вот пять мудрых и пять неразумных, которые именно вот в момент пришествия жениха вышли навстречу ему, это не были те, которые умерли до этого. Это были живые, которые остались. Это были живые христиане, которые в то время жили на земле. И это было время, когда закона не было. То есть он уже был отменен или исполнен Христом за нас. И тем не менее они остались. У них, у святильников не хватило масла, и они не смогли выдержать направление, которое взяли. И многим из тех людей, которые живут во время благодати, по их собственному нерадению, вот этот вечный день, они услышат слова «Отойдите от меня, проклятые в огонь вечный». Потому что не воспользовались тем преимуществом, которое Христос дал в это время. И я обращаю внимание на три стиха 5-й главы, 2-й, 3-й, 4-й. Они связаны одной мыслью. Я напомню, чтобы было понятно, что я буду говорить, что галатам стали навязывать обрезание. Это была часть закона Моисеева. И Павел говорит вторым стихом, вот я, Павел, говорю вам, «И если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Посмотрите, насколько в счету нельзя легкомысленно воспринимать. Кажется, ну что, ну захотел, по закону сделал, но я живу под благодатью. А Павел говорит, нет. Вот я, Павел, говорю вам, а я думаю, мы верим, что Павел ошибок в теологии не делал, правда? Если что-то было у него такое, я думаю, что не было, но если было, то оно не записано. Бог не позволил бы записать то, что неправильно. Поэтому я не думаю, вот этими словами я совсем не сказал, что Павел грешил, что-то учил не так, как надо. Не поймите меня превратно. Но если бы даже Павел что-то сказал, не то, что надо, то душу это и проконтролировал бы, и он не написанно было бы. Поэтому то, что написано сегодня, мы сегодня не имеем другого стандарта, как нам разбираться именно с грехом, что грех, что нет. Только Писание. Все остальное, оно не имеет такой силы, как Писание. И Павел здесь утвердает, вот и я, Павел, говорю вам, если вы обрезаетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. И вторую мысль, третий стихом, и еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вот что Павел говорит. В чем дело говорит? Вы не думаете, что вы взяли только обрезание? И это достаточно. Если взяли обрезание, берите и весь закон. Потому что нельзя часть взять для исполнения, а часть оставить кому-то. Как сегодня кто-то однажды говорил, который закон сегодня исполняет, он говорит, ну, то, что я могу, я исполняю, а то, что я не могу, Христос за меня исполнил. То как раз Павел вот это опровергает, вот эту мысль, это неправильное направление. Если взялся за одно, тогда бери все. А если ты довираешь мне исполнение закона и проклятие за грех отдаешь мне, тогда полностью отдавай. А то, что у тебя не получится, то это не потому, что ты так решил, а потому, что не с бодосволом, не с чего что-то. Но это не значит, что я могу сказать, Господи, вот это я буду выполнять, потому, что это я могу, а вот это я не могу, ты выполняй. Того не может быть. Еще раз повторяю, чтобы не было никакого недоразумения. если мы собрались исполнять закон, то надо исполнять весь. Если решили не грешить, то не грешить во всех сферах нашей жизни. И нельзя думать так, что вот это я выполняю, это я могу. А это я не могу почему-то. Потому пусть Христос за это несет ответственность. Он же учал на себе, так не получится. Если мы побесили, не намереваясь грешить, падаем. Один вопрос. Но сознательно говорить, что вот это я буду, это не буду, это я не могу, нельзя так. Так не получится. Придется отвечать за это. И еще свидетельствует всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. И четвертый стих, третий, он как бы подводит итог этим двум первым стихам и говорит так. Вы оправдываете себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Видите, как оно все оборачивается? Если взяли одну заповедь закона, исполняйте тогда все. Ну, если вы решили, что все-таки лучше исполнять все, берете все исполнять, тогда Писание говорит, тогда вы отпали от Христа и остались без благодати. Тогда для вас напрасно Христос приходил на землю. Ему не надо было приходить, потому что вы сами можете. А мы хорошо понимаем, когда читаем Писание, когда исследуем его, то ни одного человека не нашлось на земле, кто бы мог исполнить весь закон от точки до точки и не согрешить ни разу. Таким человеком был только Господь наш и Иисус Христос. А самые великие мужи, и Даниил, и Иов, и Майшей, и цары израильские, они в почете у Господа, они называются благочестимы, праведными, но из-за них была пролита кровь Христа. Они все проносили жертвы и Майшей, и Иов. Вы помните, которого Господь хвалился, им говорил Сатане, ты ходил по земле, обошел всю землю, а на раба могил, обратил внимание, справедливый, богобоязвенный, удаляется от зла, но он из-за себя и из-за своих сыновей жертвы проносил. Он понимал, что я не вижу, а вполне возможно, что где-то грех и есть. И притом сегодня еще раз напомню, что вот эти жертвы, пролитые кровь цельцов и козлов, которые приносились в ветхозаветное время для очищения, она не уничтожала греха, она просто снимала. С человека грех снимался, но он был. А кровь Христа уничтожила. И в этом есть разница большая. Не просто сняла, уничтожила. И написано в послании к евреям, мы когда-то будем читать, будем разбираться с этим посланием, то там прямо написано, Иисус Христос умер за грехи всего мира. За грехи этих людей, которые жертвы приносили верою, что в будущее время придет Мессия, который уничтожит их грехи. И они так, как свидетельство веры своей, они проносили жертвы, положенные по закону Мессия. его. Там и птицы, там и животные были, там и анти, там все было. И вот те, которые приносили, они получили оправдание. Те, которые не приносили, не верили, они погибнут. А для нас авансом это было все дело наперед, потому что Бог существующий вне времени. Это сегодня трудно понять, почему-то так, но он наперед знает всю нашу жизнь и знает все наши грехи, которые мы делаем. И поэтому, как имеешь это полное знание, он и умер за наши грехи, бесошибочно. Но как тогда те люди, которые не проносили жертвы, вот эти символически указывающие на голгостскую жертву Христа, кто проносил, получили спасение, кто не проносил, погибли, а теперь кто приходит ко Христу с грехами, вера, что он умер за грехи, получает спасение, кто не приходит и не придет, погибнет, а Иисус Христус умер за грехи всего мира. И ни один человек не скажет, я потому не спасен, что ты не умер за мои грехи. Он умер за грехи всего мира, за что, конечно, мы благодарим Бога. Но как мы сегодня поем псалом, что для многих жертва будет напрасная, потому что они просто ее не примут. Они не примут эту жертву. И она будет напрасна. Но мы благодарим Господа, что для нас она уже не напрасна. И надеемся, что будем совершать свое спасение и не будет напрасной. Потому что я сегодня об этом говорю, потому что вы помните когда-то была очень длинная тема на разборе, я очень много говорил на эту тему о благодати, которая может быть принята напрасно. Вы помните еще немножко? Очень говорили о том, по каким причинам благодать Божия может быть принята напрасно. Одни погибнут, потому что вообще ее не приняли, а другие напрасно примут, потому что они ее обратят в повод к распусту. помните? Свобода ваша мы будем читать и в этой главе будем читать 5-6 главы послания Галатам, который говорит о том, что свобода может быть использована не в том направлении, а для ухождения плоти. Вы, оправдывая себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни образания, ни не образания, но вера действующая любовью. В частности, когда Павел говорил об образании, то в то время это было символическое указание на то, что Бог в свое время обрежет сердце человека. А это тело, как мы его не лелеяли, то вы знаете, в таком виде, в каком оно есть, плоть и кровь, царство Божие что? Не наследует. Это будет преобразованное тело, новое. Ибо то образание, 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 а люди эти обрезанные, вы знаете, читаете Библию, что они только не делали, при том обрезании, которое было. Господь говорил, даже язычники так не делают, как вы. Поэтому вот это по плоти, если человек не понимал, в чем смысл заключается, то он ему никакой пользы и не дал это обрезание. Поэтому когда пришло совершенное, когда Господь стал уже не просто символически напоминать о том, что придет время, и грехи ваши будут обрезаны, а стал обрезать их, воскрешивший дух наш для новой жизни, то, говорит, а теперь эти плотские обряды никому не нужны. Если раньше делили пищу чистую и нечистую, то есть Бог внушал людям, что есть чистая и нечистая во всех сферах. Вы помните? Говорит, одежду вашу с разных нитей не тките. Там тоже был смысл. Поля ваши, но у меня роды мещамян, не зашивайте, потому что будет заклятым сбор, а вот все время говорил, что есть две стороны. Вот есть плохо, есть хорошо. То уже сегодня какой смысл этой пищи держаться? То уже мы кушаем то, ну, конечно, то, что не вовред нам, а уже какую освещаться Словом Божьим и молитвой, и весь вопрос, а уже в отношении духовной пищи, то мы берем примеры, говорим, да, тут может быть чистая, может быть нечистая, если будут засевать свое поле, сердце, свой виноградник, двумя родами семян, два рода семян, служить Богу и мамоне, то все вместе смешается, и после говорит, кто его знает, как будет собирать это, это будет заклятый сбор. Наверное, поэтому в нашей жизни мы идем за Христом, но очень часто даже сами не можем разобраться, у нас есть благословение Божие или нет. И одна из причин Бог благословляет, но еще что-то делаем, не то, что надо, то тормозит нас и взыскивает. И вот переплетается Божие благословение и взыскание Божие за преступление, и мы думаем, кто это, засевали двумя родами семян, а потом начинаем жать, да и трудно разобраться. Трудно оказывается Господи, я уже не знаю, ты меня благословляешь или нет. Вроде обещал и делал, но пришло и такое, что я никогда не ожидал, оно все вместе, и знаете, что тут радуюсь, а тут плачу, не разобраться, что я делаю, плачу больше или радуюсь больше, и одно и другое, позасевали двумя родами семян, то где то семя Божие получаем благословение, где защитничем чем надо, Бог вызыскивает, а собирать то приходится, не защевайте двумя родами семян, и тогда не будет то, что сегодня есть. Вы меня поняли, что я говорил вот по этому поводу? Я беру закон, закон был установлен до плоти, но так как закон духовен, а я плотян, то я не могу его исполнять, и поэтому Господь дал выход для нас, показал, как это все непросто, показал свою святость, и показал нам, что Он призвал нас званием святым, а звание святое, это призвал нас, не посмотришь на наши дела, на наши поступки, вот просто призыв был, покаялись, ответили на призыв и пришли, и уже сегодня Господа не интересует, что было раньше, и какой ты был раньше, а вот какой сегодня как растешь, интересует, потому что мы идем к вечности, идем к вечности, а там другие законы, и я часто напоминаю, Писание говорит так, что высоко у людей, то что перед Богом мерзость, даже мерзость, не просто неприятно, а мерзость перед Богом, поэтому, может быть, поэтому нам так и трудно идти, что есть высота по-человечески, мы к чему-то стремимся, а Бог видит, что это не то направление избрано, и начинает нам мешать, как часто бывало, что мы что-то намеревались делать, пролагали все усилия, и все разваливалось, правда было так, да, и плакали, и не знали почему-то так, а после, когда все выяснялось, то благодарили Богу, что так не получилось, потому что это была бы беда настоящая, это была трагедия, которой трудно было после изменить и поменять что-то, поэтому я сегодня обращаю внимание, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, почему духом, здесь написано с малой буквы, о нашем духе, о возрожденном для Господа, потому что плод наша, она не ожидает праведности от веры, в ней живет грех, мы будем читать, дела плоти известны, чего она ожидает и куда она стремится, потом Павел говорит, духом ожидаем и надеемся праведности от веры, какой праведности, я думаю, для вас не будет трудно ответить, какой праведности, христовой праведности, стопроцентной христовой праведности, и Писание говорит, Бог так мудро все сделал, Он говорит, заключил всех в непослушании, чтобы всех помиловать, потому что когда человек не заключен в непослушании, он никогда не будет каяться, он никогда не поймет, что у него ненормально в его жизни что-то происходит, вот буквально все мы покаялись только потому, что поняли, что не живем так, как надо и что грешники, покуда мы этого не поняли, то были всякого рода надежды жить, жить хорошо, это у них не получается, у меня получится, это они не умеют, а у меня будет все по-другому, и когда наконец грех разрушил всю жизнь, когда Бог выбил последние камни нашего фундамента, и мы сказали, Господи, все, ни на что не способен, прости меня, вся моя праведность, как запачканная одежда, и когда мы отбросили свою праведность, тогда Бог одел свою, он просто никогда не будет на вашу праведность, на мою праведность, надевать свою праведность, свою одежду праведности, так никто не делает, выкинь свою, тогда Бог даст свою, а покуда ты не можешь понять, что у тебя ее А многие люди не понимают, а в чем мне каяться. Я никого не убил, я ни на кого ничего не сказал, ничего плохого не сделал. Я всегда стремился делать добровщим. Может, это и правильно. Вполне возможно, что стремился, хотел. Но очень часто то, что мы понимаем добром, оно оказывается злом на самом деле. Так бывает или нет? Бывает. Когда-то помню, когда я работал еще в городе Муроми, там было два брата щенявиных. Не помню уже, как их звали, они просто в моей смене работали. И для того, чтобы сыновья работали, родители сказали, работайте. Вот столько-то про работ, сколько там работали, не помню. Мы вам мотоцикл купим. А в то время тут был где-то 71-й год. Да, в 71-го я вернулся домой уже. Это 67-й, 71-й. Знаете, это было время бедности, особенно в России. Это не так-то просто было все. И вот они работали, работали. Я уже тогда уволился в комбинат, потом где-то, что некоторые мне звонят и говорят, купили мотоцикл, и где-то на второй день, насколько не помню, разбились на смерть. Родители хотели сделать доброе. Они, по всему рассуждению, и сделали это доброе. Но если бы они знали, чем это все обернется, они никогда им не покупали бы мотоцикл. Вы меня поняли пример, который я сказал? Даже в этом случае мы иногда, думая, что делаем доброе, мы можем делать плохое. А Бог так никогда не сделает. Да и вообще, говорить о том, что я никогда ничего плохого не делал, не согрешил, во всяком случае, несерьезно. Стоит только допустить мысль одну, плохую в голову, и уже согрешил, что хватит. Может быть, никто не знает об этом. Может быть, вам никто об этом, вы не рассказывали никому, и никто не узнает. Но если бы вы ее приняли и рассуждали, эту мысль проворачивали, грешники, хватит, чтобы погибнуть. Надо просто плохо подумать о человеке, и все. Поэтому, когда мы ведем речь об этой святости Божией, о праведности Божией, то Священное Писание говорит, нет праведного, нет ни одного. Все согрешили и лишены славы Божией. Но мы это никак не можем понять. Для того, чтобы началась новая жизнь в нас, надо отвергнуть старую. Чтобы Господь одел нас в одежды праведности, в которых можно будет жить в Царстве Небесном, надо отказаться от своей праведности. А для этого надо понять, что ее нету, и покаяться в тех грехах, которые эту праведность оскверняли. Или лучше, что не праведность, может, даже невинность оскверняли. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня... Это не совсем по теме, которую я веду, но, наверное, кому-то надо понять вот эти вещи. Почему? Почему? Потому что есть нечто старое, что мешает жить новому. И найти его нередко можно только с помощью Господа, с помощью Духа Святого. Сам иногда и не поймешь, что мешает. Поэтому здесь Павел говорит, а мы духом ожидаем и найдемся праведность от веры. От веры в то, что Христос сделал за нас, для нас, и дал нам оправдание в своей крови. И одежды праведности, в которых можно стоять перед лицом Святого Бога. И я не раз говорю, и сегодня еще раз повторю, вот эта праведность, которую Христос дал нам, это стопроцентная Божья праведность. Она выше праведности Серафимов, Херувимов, других сил небесных, которых мы даже имен, может быть, даже не знаем. Они никогда не будут членами тела Христова. Все эти небесные жители никогда не будут невестою Христа. Они никогда не увидят лица Божия. Они закрывают лица свои. А праведность, которую Христос дал нам стопроцентная, и написано, увидим Его лицом к лицу, и будем подобны Ему. И следующее, что я хотел бы сегодня сказать, еще раз напомнить, это будет не ново, и это есть гарантия того, вот та святость, которую Бог дал нам, в которую мы должны ходить, что мы больше никогда не согрешим, никогда не будет то, что случилось с Люцифером. они могут согрешить в семье свободной воли. Но тоже старая мышь, ну, наверное, видя то, что дьявол надел, им уже и в голову придет грешить. А Он это сделал, потому что у Него была Его святость полноценная. Но не святость Божия, не святость Иисуса Христа. А нам Бог дал Свою. Поэтому, если мы пройдем и кажем, что в святом небе, то никогда Бог нас оттуда не низвернет, как это было сделано с дьяволом или с Люцифером. Первоначальный Люцифер, Деница, сын Зары или ангел света, по-разному переводит это имя Люцифер. Поэтому вот то, что сегодня Господь делает с нами, это что-то очень надежное и сильное, что действительно поменяет все, не только на нашей земле, но и во всей вселенной. Ибо во Хрисе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни не обрезания, но вера, действующая любовью. Вот и все. То есть это плотское. Эти все обрядовые постановления, они не имеют силы, они не нужны. Потому что Христос одел Свою одежду праведности. Мы сокрыты во Христе Иисусе. И мы будем читать или читали, может, и что будем читать, что уже нет ни иудея, ни ели, напомните, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. Это в отношении спасения, конечно. Почему? Потому что одет его Христа. Уже и цвет кожи не имеет значения. Хотя вообще цвет кожи, он на земле. В вечности духи наши не имеют цвета кожи. Не имеют национальности. Это на земле здесь. Но когда мы скрываемся во Христе, тогда действительно никакого значения нет. Потому что Христос только виден. Мужчина или женщина. Раб или свободный. Черный или желтый. Но он сокрыт во Христе. И Христос виден кругом. Нет никакого ужасницы. И все это не имеет значения никакого. Хотя для израильтян, когда они не понимали, что Христос сделал, потому что они его не приняли, для них было очень важно, что они евреи и так далее, и так далее. А Писание говорит... Вы помните притча, когда хозяин звал на брак, то давал всем одежды. И когда он одевал в одежду, то уже никто не видел разницы, кто-то богатый или бедный. И одежда-то одинаковая у всех. Вот поэтому, насколько я знаю, минониты, они немножко это поняли. Они до сегодняшнего дня в Америке ездят на лошадях, одевают одежду одинаковую. Во всяком случае, в церковь идут все одинаково. Машины должны быть одинаковые вообще. Дома там, пожалуйста, можешь хоть золотую купить, но в церковь одинаковая одежда, на лошадях и так далее. В церкви мы все братья, мы все равны, мы во Христа оделись, не должно быть разницы. Мы это сегодня стараемся нацепить побольше, правда? Чтобы пришли, поглядели на нас. А что он... Это маня не то, что я, Даша. Он у меня что есть. Мы нацепим, что надо и что не надо. Там одинаково, одинаково не надо выделяться. Я, конечно, сегодня не проповедую, чтобы мы так делали. Я просто говорю о том, начал именно с одежды Христовой, а это уже есть некий принцип, что не выделяйся, будь скромно, никто не заставляет, ну, знаете, один фасон носить, никто не заставляет, там, у васильковое носить, или другое, какое хочешь одень. Ну, чтобы было бы скромно. Не надо друг перед другом показывать, что у нас есть. Это же другая тема немножко. Ну, я просто взял, во Христе одинаково, все смотрится. Никакого правозношения нет. Вышли хорошо. Ну, и что, прошу? Вера, действующая любовью. А любовь что? Не провозносится, правда? Не гордится, не ищет своего, всему верит, с чего надеется, все покрывает. Это вера, которая действует любовью. Ну, и есть вера, которая не любовью действует. Ну, эта вера очень короткие ноги имеет. Обычно очень часто люди остаются в постыжении после того, как забыли о том, что вера должна действовать любовью. Седьмой стих очень интересный. Вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Павел спрашивает. Вышли хорошо. Кто остановил вас? Конечно, он имел в виду, определенные люди остановили, которые стали проповедовать то, что Павел не хотел слышать, даже что было на то время уже ерыщей. Они предлагали закон. Но для нас сегодня это вопрос. Если я иду и не могу пройти вперед, подняться на определенный уровень, то у меня стоит вопрос. Я должен разобраться, кто меня остановил. Потому что, если я не разберусь, то тот, кто остановил, кто? Я назову грех. Через человека он действует. Или он действует через чувства свои собственные. Но Павел говорит, посмотрите, кто вас остановил. И это очень важно для каждого из нас. Первое. Трезвыми глазами, трезвым разумом дать оценку себе вместе с Духом Святым. Иду или не иду, расту или не расту. И когда увидел, что не расту, найти, кто остановил. Потому что Бог же не хочет, чтобы мы не росли. Я думаю, на этот вопрос даже не надо и внимания останавливать много на нем. Потому что Бог хочет, чтобы мы росли. Рошли духовным возрастом, имели благословение. и чтобы наблюдали. Кто остановил, попытались разобраться. Если разберемся, выбросим из жизни. Начнется рост. Если не будем думать, не будем рассуждать, можем остаться карликами духовными. Поэтому Павел здесь не просто поставил, вы шли хорошо. Он дал оценку, как они шли. Вы шли хорошо. Нормально все было. Кто вас остановил? Девятый стих. Восьмой стих. Такое убеждение не от призывающего вас. То есть, он сказал, вот убеждение возвратиться к закону. Я уже сегодня добавляю по теме убеждение, что можно не расти. Я уже произвольно добавляю. Если это нормально, это не от призывающего вас. И он говорит здесь девятым стихом очень важную мысль. Малая закваска заквашивает все тесто. мы часто не считаем, что это так. Вы неоднократно слышали, ну а что там, ну немножко. У каждого что-нибудь есть. Павел не поддерживает эту мысль. Он говорит, малая закваска, она заквасит все тесто. Женщины знают, закваски много не ложат в тесто. Правда, кто когда-нибудь имел дело с тестом. Вот берут немножко, положили, прошло время, и тесто все вскиснет. И если вовремя в пешни посадить, пропадет, сгниет, будет уничтожено. Это просто уже люди научились использовать эту закваску для того, чтобы вовремя подошло, петь посадили и нормально. И Бог, конечно, тоже эту закваску использует. Когда уже грех добьет человека, а люди же не хотят идти к Богу, то в это время, когда молятся за него, Бог его выхватывает, и он не гниет, а кается вот на этом рубеже и идет к Богу тогда. А заставляет это делать закваска, грех. Так что Бог, даже вот это мерзкое, неприятное для нас, и то обращает в пользу. Может быть, не все, но большинство пришли к Богу только потому, что грех довел, поразбивал все, правда? Семьи поразваливались, работы потеряли, никакой надежды не стало. Когда говорили раньше, говорили, а может еще вот это поможет, а может это, а может это. Мама думает, женю на христианке исправить, а после получается, что не исправились, а оба пошли. Закодируюсь, пить не буду, еще что-нибудь, а оно все срыв и засрыв, а потом уже все перебрали, вскисло все, что остается только одно, или голову, петлю, или на рельсы лечь, или пойти к Богу. Но когда кто-то молится, тогда человек обращается к Богу. Бог вовремя выхватывает и получается нормальные люди их не узнают этих людей после. Говорят, удивляются, как, говорит, вас так успели первоспитать за такое короткое время. Как будто на самом деле это мы перевоспитали. Если бы мы умели перевоспитывать, наверное, своих собственных детей, каждый из вас перевоспитал бы уже давно, правда? Мужей своих давно перевоспитали бы, мужья своих уже давно перевоспитали бы, но все дело в том, что мы не можем это делать. Мы хотим, мы говорим, мы просим, а делает Бог за что благодарение Богу. И Он знает, когда уже все скисло, и когда уже можно с человеком говорить, а то с ним же не договоришься. Он же умнее, чем все остальные. Я недавно говорил проповедь на тему, это было в Пинске, там была определенная тема, что мы часто люди пытаемся учить Бога, что ему делать надо. Мы с ним не соглашаемся. Значит, в Библии так написано, апостолы не соглашались со Христом. Ему на крест надо идти, а Петр говорит, будь милышим себе, Господи, не будет этого с тобой. Вы меня все оставите? Они спорить не оставим. Нет, не оставим. Потом оставили. Я читаю прессу и читаю, что ученые пишут письмо Господу Богу, что Господь исправ ошибки, которые ты сделал при проектировании человека. Ну, уже, наверное, до крайности дошли люди. Начинает чуть-чуть Бога. Ты, говорит, колени им сделай назад. Метр пятьдесят ростом не выше, потому что они неустойчивые. Ну, там далее спорят, копыта должны быть седрешены, все-таки копыта не пойдут. А потом другие смеются, говорит, но мы не видели, что в коровах когда-нибудь сидел. У меня же колени сзади. Как на полном серьезе рассуждают, что творец не доделал что-то. Не так делал так, как надо. И в вопросах спасения тоже. Сегодня всех убеждают, убеждаются, что кроме Бога спасти никто не может. Нет, предлагают каждые свои услуги, да, сегодня, чтобы от смерти спасти традиционная, традиционная медицина, парапсихология, что вы только не услышите. Альтернатива Слову Божию. Поэтому я бы очень хотел, когда мы сегодня слушаем Слову Божию, хотя бы мы не оказались умнее Бога, не стали Его учить, что Ему надо делать. Иногда и мы бываем такие умные. Когда мы с Ним не соглашаемся, то мы не говорим так, что мы умнее, но на то сквозит, на то сквозит, что я не могу с тобой согласиться, почему ты так сказал, почему ты так написал, почему ты так? Звонят мне, да и говорят, там в одной сестре проблема, звонят, ну как, я спрашиваю, как, ну как, я ей говорю, так написано, она говорит, а почему так написано, а не так, можно было по-другому написать? Оказывается, она, она умнее, чем Бог. Это сейчас страх, я когда написано, я не спрашиваю, почему, я верю, что если Бог написал, то он все продумал, не давать, хоть, хоть, нет, а почему вот тут так написано, а не так написано? Вот не может человек согласиться с тем, что в разуме, в возможностях, он проигрывает Богу, спорить с ним, а малая закваска, заквашивая что? Все често, почему Павел однажды и сказал, а ты кто человек, что споришь с Богом? Помните, там есть послание Крымлина, что ты споришь с ним? Я уже не раз говорил, я этот пример привел, когда проповедь говорил, потому что как-то оно вот так вырисовывается сегодня у нас, непокорность, непослушание, мы здесь не согласны, там не так написано, и все ищем чего-то, чтобы найти, как нам хотелось, чтобы было написано. Но я и говорю, я вспомнил именно вот это величие Бога, я уже в вас говорил в собрании, может быть, если не в собрании, то на разборе говорил, когда мы читаем, что Бог одна из таких особенностей Божьих, он порвает одновременно во всех местах вселенной. Что не может дьявол делать? Он может быстро передвигаться, но он не может быть одновременно везде кругом. А Бог одновременно кругом присутствует. И когда однажды, это не так давно было, я просто повторюсь, кто уже слышал, то потерпите, но я знаю огромные вселенные, но Писание говорит, ты провел круговую черту по лицу бездны, провел границу света со тьмой, то есть она огромная, то есть такие пределы есть, и сам себе вот так сел вечером и думаю, ну Господь наполняет собой всю вселенную, куда не пойду везде ты, говорит, небеса небес не умещают, помните, не умещают себе небеса небес, ну и так подумал, ну какие размеры этой вселенной, и вот лег спать, и что только успел заснуть, глаза закрыть, и смотрю, огромные полосы протянутся одного горизонта до другого, такие широкие, я насчитал шесть полос, и вдруг одна раздвигается, и я вижу, что на самом деле это не полоса, как я вижу, это символический язык, бездна прорывается, и смотрю, я понимаю, я помню, что я думал, и говорю, господи, это что, ты показываешь размер вселенной, вот эта полоса, спрашиваю, какой длина вот этой полосы, слышу четкий голос, миллиард световых лет, ну представляете, кажется, я не помню, уже в школе давно учился, 300 тысяч километров в секунду свет проходит, это надо посчитать, сколько секунд в году и умножить на 300 тысяч, это биллионы получается, не знаю, я уже в математике не очень силен, там помню миллиарды, а там дальше уже не помню, что там, это астрономические цифры, я говорю, господи, и это все? Говорят, нет, и еще надо умножить на миллиард световых лет, и это еще не все, а он наполняет собою все, а я его буду учить сегодня, что ты не прав, а ты вот делай так, как я хочу. У меня вообще на паралич мозга наступает, когда начинают думать, ну, как это все вместить, я вообще, для меня земля большая, в Америку залететь, 9 часов лететь надо, это, ой, расстояние здоровое, а это, а это вообще такие расстояния, и тем не менее, человек никак не хочет согласиться с Богом, и подчиниться Ему. Я, вот так надо, вот я так хочу, а мне так хотелось бы, поэтому я очень хотел бы, чтобы мы в сегодняшний день хотя бы немножко поняли, с кем имеем дело, и я не говорю, что я понял, я вообще не могу понять Бога, ни Его величины, ни Его мудрости, это для меня, ну, то, что понимаю, то понимаю, но даже то, что этот компьютер маленький схватывает, и то, говорит, ну, с кем вытягаться будете, кого будете переделывать, кого будете перестраивать, поэтому пусть Господь нас благословит сегодня, чтобы мы были внимательны к Слову Божьему и верили Ему. Сказал Господь, надо, почему так сказал, ну, я не знаю, я не все знаю, почему Он так сказал, но Он так сказал, и не мне Его поправлять и исправлять, это мне надо исправляться, но не Ему. Десятый стих, я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Сначала мыслить. Вы знаете сами по себе, что сначала все и драмы, и приятное что-то, оно разыгрывается в наших мыслях, правда? В этой маленькой голове разыгрываются такие битвы, такие наполеоновские замыслы возникают, как они только умещаются в этой нашей голове. Но все проходит через голову, через мысли наши. Вот почему Писание говорит о том, что нам надо обновляться духом ума нашего. Если не обновится наш ум, не обновится наш разум, мы не сможем успешно двигаться по пути спасения. И вот то, что сегодня делаем, то, что мы сегодня совершаем, это обновление разума, по сути дела. Мы хотим глубже понять, мы хотим глубже утвердиться. И я повторю то, что прошлый разбор говорил. Копал, углубился и положил основание, и по этому дому стоял. А кто не копал, не углубился, очень легко его вырвать. Подошел, вы помните, есть такое выражение, хитрое искусство обольщения. Над этим надо задуматься, и это надо принять во внимание. Что если падают столпы, если уходят люди, которые, может быть, когда-то были на голову выше, чем мы сегодня с вами, я понимаю только одна причина. не знали глубоко Писание и не знали силы Божией. Вы помните, Христос говорил, заблуждаетесь, не зная чего. Писание это раз, и второе, чего не зная силы Божией. Вот это два важных момента, на которые надо обратить внимание. Писание и сила Божия. Силу Божию, кто ее переживал, ее нельзя ни с чем спутать. Вдохновение, радость, и дьявол умеет подделывать, умеет убеждать, подставлять чексты так, что трудно разобраться, где уклонение. Но когда вы хотя бы раз исполнялись Духом Святым и понимаете вот эти действия, то этого дьявол подделать не может. Я очень хотел бы, чтобы вы знали Писание и силу Божию. Хотя там, в этом тексте Писания, в котором я, там немножко другое направление, смысл немножко вложен в другое, силы Божьей не знать. Речь идет о том, что Божья решила воскрешать, для нее преград никаких нет. Но я взял ту сторону, чтобы мы сегодня знали Дух Святой, чтобы дьявол не мог обмануть, выдающий себя за Дух Святой. Сколько сегодня я имею таких случаев, когда люди думают, что Дух Святой, а в самом деле нет Дух Святой. И вы знаете почему? Они никогда не знали Духа Святого. Они никогда не познали его так, как надо. И поэтому дьявол сумел обмануть. Но тот, кто чувствовал его прикосновения, кто знает его, дьявол этого не может подделать. Голос может подделать, видение может показать, может убеждать, но подделать эту силу он не может. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы знали Писание и знали силу Божию. Заблуждайтесь, не зная Писания ни силы Божией. Поэтому я на это сегодня обращаю внимание. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был. Вот почему Писание говорит, братья, немногие делайтесь учителями, ибо мы подвернемся большему осуждению. И причина вся в чем? Почему часто мы проповедники, учителя, почему часто даем не то, что надо давать? Первое причина, конечно, мы не все знаем, но самое главное вот что, не можем контролировать Дух Святой с нами, когда мы говорим или нет. Дух Святой никогда не позволит говорить то, что ты неправильно понимаешь. Вы меня поняли, что я сказал? Не все мы понимаем так, как надо. Но когда нас контролирует Дух Святой, во-первых, он будет открывать так, как надо, во-вторых, если мне дано на 30, а вы знаете, так написано, одному дано на 30, другому на 60, а третьему на 100, то я никак не буду знать со своими 30% то, что будет знать тот, которому на 100 дали. Но когда меня водит Дух Святой и контролирует, то я только свои 30% буду проповедовать. Никогда не влезут туда, куда не надо. Вот в чем дело. Я помню, когда-то один из братьев ехали мы в машине, для меня это был такой хороший пример, он был такой богобоязненный человек. В всяком случае, насколько я сегодня знаю, настолько он щепетильный к греху, но наверное я такой не щепетильный как он. Вот мне едет и жалуется, говорит, ну три раза собирался говорить проповеди и не получается. Один раз, говорит, договорился с пастором, буду говорить. Хорошо, будешь говорить. Приезжают гости, ну, говорит, извини, ну, ты ж видишь гостя, ну, ладно, гости. Второй раз, как-то так, говорит, получилось, не помню, как он пришел, сказал, опять не получилось. Третий раз собираюсь говорить, и опять не получается. И он мне начинает рассказывать, что он хотел говорить. Говорю, слушай, да это же ерит, что ты хотел говорить. Это же хорошо, что тебе Бог не дал говорить то, что ты хотел говорить. А как? Да вот так и так, ну, ты ж посмотри, как это все. Слава Богу, что мне не дали проповедовать. Пожалуйста, вот о чем я говорю? Библия говорит, смущающе вас понесет на себе наказание, кто бы он ни был, я ли это, Дмитрий ли это, дьякон ли это, или просто проповедник. разницы абсолютно никакой нет. Еще раз читаю. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Вот почему Господь так внимательно наблюдает за тем, что мы проповедуем, что мы говорим, как мы учим. Потому что однажды нам придется нести ответственность за каждое слово сказанное. И я не раз говорил, сегодня еще раз повторю. Самое такое, значит, наказание сильное, которое Павел однажды хотел вынести, и однажды он применил к имени Александру, вы помните, предать сатане во измождение плоти. Помните вот это местописание? Блуд один из мерзких грехов, которые Бог ненавидит, и другие половые грехи, которые связаны с отношением между обоими полами, и учение. то если заблуд, начал этот блудник каяться, и Павел сказал, ну же простите его, раз он каяться, ну раз же простите, ну простите, примите, то имени Александра предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать, за то, что не проповедовали, что воскресенье мертвых уже было, и разрушали веру. Пожалуйста, два примера, две причины, по которых Павел имел в сердце намерение предать сатане, ну наверное самое строгое, что только можно придумать, и он сделал, и даже блудника не предал этого сатане, который вместо жены имел жену отца своего, это вообще что такое неудобов разумительное, а вот заложное учение предал, чтобы научились что делать, чтобы они научились не богохульствовать, вот как оно переведено интересно, то они же против Бога ничего не говорили, они просто говорили, что воскресенье мертвых было, наверное доказывали, может быть даже показывали, что когда Христос умер, помните написано некоторые или многие святые воскресенья может быть эту имели ввиду, но что-то они имели ввиду, когда говорили, воскресенье мертвых было, и Павел наверное раз поговорил, два поговорил, три поговорил, а потом взял и продал сатане во измождение плоти, чтобы они научились не богохульствовать, не разрушали в людях веру, вот оказывается как веру разрушать можно не обязательно доказывают что Бога нет и веры нет а вот взял какую-то линию не то что надо научил и уже нет полноты той веры уже где-то я веру так как положено а где-то меня уже сбили с пути уже эта вера не основана на слове Божьем она уже основана на каких-то домыслах своих на каких-то своих взглядах поэтому я просто сегодня обращаю на это внимание я и раньше не один раз об этом говорил сегодня как-то по-особому отмечаю что ну все-таки учение а вы думаете почему сегодня так много динаминаций христианских вы думаете в чем проблема учение почему сегодня много беды в церквах как вы думаете почему ченни люди просятся молятся пастыры идут но помоги исповедоваться не надо мне исповедоваться Богу исповедуй пожалуйста придется отвечать за это я уже не хочу говорить потому что обычно на кассеты запись может попасть туда а вот покуда Николай не приезжал то было спокойно а сейчас пошли один за другим исповедоваться не надо иди к Богу ну думаешь ну что вам говорить больше когда и читаешь и написан и все равно у них свое мнение есть когда допомню один из братьев сказал кто-то его вот так и так а зачем ты мне это даешь я так понимаю меня это устраивает мне другого не надо вот это неправильно ну и что что неправильно меня это устраивает вот так вот люди рассуждают Меня это устраивает нехорошо. А то, что оно неправильно, ну это уже ладно. Но главное, что это меня устраивает. Написание говорит так. А смущаю вас? Если бы я сегодня говорил, и это потолок, и вы этого не слышали, ну то ладно, уже что не сказал, ладно. Но когда правильно, я говорю, неправильно, если что-то в ваших взглядах не так, вы уже начинаете перебирать, уже начинаете смущаться, правда? Уже начинаете мучиться внутри. То, конечно, если я говорю правильно, ну то смущайтесь на здоровье, ищите. А если неправильно, тогда кто за это отвечать будет? Я говорю, я отвечать буду. А это ты наговорил такое? Это ты смутил? Это ты это сделал? Я еще раз повторяю, смущение может быть и так, или иначе. Если вы неправильно понимаете, и я говорю правильно, все равно будет смущение. Но тогда уже я по-другому не могу. А если вы понимали правильно, а я вас стал учить неправильно, и начал давить авторитетом, и вы еще не на распутье. Тогда мне придется отвечать за все ваши мучения, за то, что делается в вашем счете. Потому что я не имею права это делать. Не знаешь, не говори. Одиннадцатый стих читаю. Павел говорит, за что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание, тогда соблазь креста прекратился бы. Павел и не понимали, по той одной из причин, что он обрезание, он учил, что не надо же теперь обрезание. Говорит, за что же меня, говорят, гонят, братья? Если бы я обрезание проповедовал бы, то тогда крест соблазно не давал бы. А так, за правду могут гнать, вот еще одна истина. За что же гонят меня, братья? Если бы я проповедил обрезание, никто, если бы обрезание проповедовал, и крест Христов, приняли бы. Говорит, я так не могу, потому что, если обрезание, то уже крест Христов не нужен. И потому я говорю, что не надо никакого обрезания. Тогда, говорит, соблазь получаса, но в евреях. И их можно понять. Я это Моисе тоже говорил. Еще несколько лет назад за нарушение закона Моисея побивали камнями. А чего они говорят, закон Моисея уже ерыщ? Мы, наверное, ерыщ понимали что-то такое особенное, да? А, между прочим, Павел говорит, ерыщ называют учение, когда они проповедовали закон Моисею. И уже ерыщ. Так что всякая неправда, всякое неправильное понимание, оно и есть ерыщ. Вы просто исследуйте Писание и посмотрите, что, где ерыщ названо. А вот всякое отклонение ерыщ. Потому что оно сбивает человека с пути. Оно не дает им правильного понимания, восприятия правильного. И Павел говорит, тогда соблазь креста прекратился бы. И дальше он говорит в 12 стих. Ой, если бы были удалены были возмущающие вас. Ой, если бы были удалены. Как удалить? А вы знаете, в некоторых случаях Бог удаляет. А в некоторых случаях надо просто удалить и все. Вы помните, что Давид говорил, когда он свои такие линии генеральные открывал перед Господом? Он говорил так. Клевещусь, что тайно. Что я делаю с ним? И заганю. Клевещусь, что тайно. На ближнего своего что сделаю? И сганю. Как это выглядит? Пришла сестра и начинает клеветать на кого-то. Вы можете два варианта. Молчать и подгакивать. А можете сказать, слушай, я этого слушать не хочу. Или давай будем молиться. Давай будем что больше тать. Или иди с моего дома. Я не хочу, чтобы мне клевета звучала у меня. Вы меня поняли? Ну а что иначе можно делать? А по-другому и нельзя. И мы очень часто страдаем от того, что не умеем изгонять. Я не раз тоже говорил. Проходит соседка к вам и отнимает у вас уйму времени. Не вершит. Сядет и та-та-та-та-та-та. Бывает такое, правда? И вы не знаете, что с ней делать. Прогласите ее помолиться и послушать Слово Божие. И она не станет сидеть с вами. А если станет молиться и слушать Слово Божие, слава Богу. Нормально, пусть будет так. Ну, умеете ж выгонять. Вы меня поняли? Я не имиду вон отсюда. Я вообще не за грубости. Вы поймите меня правильно. Ну, научитесь вы выгонять таких людей. Ну, это же можно делать. Написано, как я изгоню, уже другой вопрос. Как я его изгоню? Очень легко и просто. Давай, Анна, помолимся с тобой. Ты же никогда не малышишь ни разу. Ну, и на колени, и начинайте молиться. Она говорит, ой, не, 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 может, пора домой. Я уже засиделась. А потом еще раз придет. Продолжите ей Библию и послушайте. И она или станет ходить с вами в церковь, и перестанет отнимать вас своими, или перестанет ходить к вам. Но Павел говорит, ой, если бы были удалены, возмущающие вас. Их удалять надо. Это его желание. А ну как иначе? Когда у вас заноза в руке, вы что делаете? Удаляете, да? Ну, удаляете, это больно вам. Но вы знаете, что еще больнее будет, если вы не удалите. Ну, надо же научиться удалять. И Павел здесь говорит, ой, если бы были удалены, возмущающие вас. Если после этих бесед, у нас была одна сестра, хорошая сестра, ничего ей плохого сказать не могу. Она в вечности уже. И я знаю, что спащена на все сто процентов. И она очень любила посещать больных. Но после ее посещения, они плакали неделями. И однажды они меня просили, Батя Николая, сделай что-нибудь, чтобы она нас не посещала. Мы плачем после нее неделями целыми. Ну, вот и думай, как это сделать? Наверное, на каждый случай есть свой рецепт. Наверное, на каждый случай есть свой метод какой-то. Но Писание говорит, что нам в этих случаях делать что-то надо. О, если бы удалены были возмущающие вас. И 13 стих. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу. К свободе призваны вы, братья и сестры. И даже вот это последнее время уже не та духовность, вот которой Павел говорит. Но свобода вообще, вот ту, что мы сегодня имеем. Скажите, как мы ее распорядились? Из рук вон плохо. Никуда не годно, как мы ее распорядились. Болезнь старая. К свободе вы призваны. Но только бы свобода ваша не послужила поводом к угождению плоти. Вы скажете, ну а как разобраться? Вот последний текст. Но любовью служите друг. Больше не надо. Вот свободное время, которое чем-то занято, на кого оно работает? На себя или друг на друга? На церковь? И все больше не надо. Это не мне надо говорить. Мне этого не говорите. Сегодня вы это тусовано, оно как рентген для каждого из нас. И мы можем проверить. Вот то, что мы сегодня делаем. Для кого мы делаем? Для Бога? Для церкви? Для братьев и сестер? Или для себя? Все. И ответ будет точный, точный. Если для себя. Ну что? Сколько сегодня? Я помню время застойное. И проповедники были, и рвались проповедовать. Как только получилась свобода, процентов чем проповедников исчезло. У них появилась возможность заработать, проработать и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вы скажете, надо? Надо. Сколько надо? Это уже другой вопрос. Сколько надо? Это уже другой вопрос. И, наверное, очень мало есть у нас таких, которые живут по принципу Павла. Вы знаете, как он советовал? А я понимаю, в этой свободе много оторвала работа. Много оторвала работа. И здесь же не винишь никого. Это каждый сам должен себя на весы поставить, определить свои возможности, что мне надо, и сам себе сказать, без чего я мог бы обойтись. Потому что я не знаю брата, он не знает меня, а мы-то можем дать оценку. Мы знаем, что нам надо, и что нам не надо. И Павел здесь говорит, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. И Павел говорил так. Трудиться с собственными руками, вы, наверное, уже знаете, что я буду говорить, чтобы было что? Детей кормить? Или что там написано? А это тоже надо. Или что написано? Чтобы было из чего уделить кому? Нуждающемуся. А себе что? Разве же Бог так сделает, чтобы ты работаешь, чтобы уделить нуждающимся, и чтобы ты сам был голодный. Но кто так делает? И Бог тогда дает и для себя, потому что цель высокая. А так часто работает, работает человек, выбивается из сил, и концы с концами не сходятся. Бывает так? Бывает. Потому что забывает цель конечную. Работать, чтобы было, из чего уделить нуждающемуся. Звучит как-то чуть ли не дико, потому что мы не привыкли так думать. Но это Библия. Это священное писание. Это то, что очень четко обозначает начало и конец всего. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня нас благословил, и мы могли действительно любовью служить друг другу. Хотя бы по той простой причине, что нам придется друг с другом жить всю вечность рядом. А чувства, которые мы имеем, они сохраняются. Они переносятся в вечность. Какие чувства? Некоторые чувства вообще Господь будет стирать. А вот то, что касается характера, я еще раз сегодня напомню. Это все переходит. Вот почему Писание говорит. Туда ничто нечистое что не войдет. Туда ничто нечистое не войдет. Преданное мерзости и лжи. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы помнили о чем говорит Писание. Оно говорит прямо и конкретно, что когда вы обнищаете, чтобы приобрели друзей богатством неправедным, чтобы они приняли вас в вечные обители. Помните это место Писания. Ну, конечно, нуждается ну, так вот прямо сказав, что нуждается добавление чего-то. Я сегодня на эту тему говорить не буду. Но это действительно так. Пусть Господь благословит нас, что мы были способны любовью служить друг другу. Ибо весь закон 14 стих в одном слове заключается «Люби ближнего твоего как самого себя». Ну, наверное, никто еще из нас не любил ближнего как самого себя. Обычно мы сами себя больше любим, правда? Ну, а куда денешься? Сами себя любим больше. А Писание как говорит «Люби ближнего как самого себя». Наверное, мало среди нас христиан настоящих, правда? Я не кого-то пальцем тыкаю, я просто говорю вот слово, которое случает. А мы проверяем себя, христиане, но как самого себя или не как самого себя. Ну, возьмите хотя бы один из текстов Писания. Будем делать добро всем. А наиболее кому, то есть первую очередь кому? Своим поверяем, правда? А мы так делаем? Не, мы так не делаем. Если всем, но сюда включается все и моя семья, в которые не все мне свои поверы. Бывает такое? Говорит, не все те израильцане, которые по плоти от Израиля, а дети обетования признаются за семья. Вот одну сестру спрашиваю, слушай, маленькая церковь, человек, наверное, пятнадцать, не больше. Говорит, пожертвования никогда не даешь, но это же ненормально. Говорит, а у меня не остается. У меня есть дети, у меня есть внуки не верят, что я им помогаю. Ну, вроде тоже правильно. Все туда отдает. А что это говорит? Сначала кому она делает? Всем? А уже после своим поверия. А своим поверия уже не остается. А они пропивают, и чем больше даешь, чем больше требуют. Вот проблема какая. Я когда-то помню, знаю одну семью. Господь показал интересную картину такую. Как раз на эту тему будем делать добро всем, а наиболее своим поверия. Однажды Господь говорит, такое интересное было откровение. Это очень хорошая сестра очень духовная была, но тем не менее, может, и я думаю, что очень духовная, на самом деле, оказывается, не совсем. Поэтому я уже никого не обговариваю, чтобы меня не обговорили. Просто вот факты констатирую. и говорит, вот у него квартира, это было давно, это лет наверно по 30 назад было. И говорит, и я хочу, чтобы она эту квартиру, там, значит, собирались молодая пара сходить, жениться, замуж выходить. Я говорю, хочу, чтобы она вот эту квартиру оставила им. И я ей это уложу на сердце. Но она говорит, оставит своей дочери пьяницы, потому что она не понимает, что будет делать добро всем, а пьет своим по вере. Вот смотрите, как трудно свой по плоти эта дочка, несмотря на то, что она пьяница. А этим молодой мне жить негде. И Бог хочет, чтобы она исполнилась так, как написано. Ну, она упошли, святая дочка, она умерла, но так и было, она ее превратила не знаю там во что. Вы меня понимаете, какие мы христиане бываем часто? А ведь, допустим, я напомню один текст Писания. Христос проповедовал. Проповедовал, он и говорил не совсем то, что людям в разум укладывалось. И однажды доносят его родителям, матери и его братьям, что он вышел из себя. Вы помните? Вы понимаете, что такое вышел из себя? Что-то с ним, крыша поехала, что-то говорит такое, неудобно, разумительно, что непонятно. там Иисус начинает говорить, помните, он говорил, как дух нечисто оставляет, потом приходит, а потом второй текст Писания говорит, что сатану изгонять не будет. Вот они приходят и стоят около дома и говорят, вызовите нам его, потому что сказали, он из себя вышел. Иисус Христу говорит, вот говорит, матерь твоя и братья твои вне дома стоят и ждут тебя, чтобы ты вышел. Помните, что он сказал? А кто мои братья и моя матерь? И показал, вот те, которые слушают Слово Господне, это матерь моей братья и сестры. Он не отказался от матери, как от матери. Но в данном случае, что он имел ввиду? Готовится совершенно другая семья. Это семья христиан. Это люди, которые будут жить вместе, и сегодня они учатся жить вместе на словании Слова Божия. И в конце концов, они будут семья. Что такое брат и сестра? Это семья. Вот это будет семья. А эти, которые в семье жили, очень многие погибнут, они не семья. Вы поняли меня, что я говорю? Говорит, не учите израильчане, которые Авраам по плоти. Помните, я сегодня этот пример говорил. Но дети обетования признаются за семья. И придет время, покуда будем жить на земле, вот эти родственные чувства, они играют свою роль. Но как только люди переходят в вечность, эти все родственные чувства снимаются. Я сегодня часто вижу такой обман, который дьявол сегодня насеял. Говорит, я пойду только тогда в церковь, если пойдут мои дети и мой муж. А то как это будет так? Я живешь, то есть плакать буду. Я спасенный, а они в аду будут мучиться. Какое заблуждение. Эти все чувства стираются родства. Не сотрутся чувства духовные. Они на земле. Они существуют. Они имеют силу. И они нужны. Именно кто больше, чем мать, может молиться за детей, которые могут погибнуть? Кто больше, как не жена, может молиться за мужа? Нету на земле. Как только переходим в другую сферу, этих чувств не существует больше. Там другая семья. Вот матерь твоя и братья твои стоят вне дома и ожидают тебя. Кто матерь мои и братья мои? Вот кто меня слушает? Они пришли меня взять, сказали люди, что ненормально, не пришли взять меня. Что это за мать? Но это было неотвержение мати, чтобы меня не поняли, чтобы не поняли неправильно. родство будущее родство основано на крови Христа и на Слове Божьем. Это будущее семья, а не та, которая здесь. И соглашайтесь, не так легко и просто быть христианами, правда? Пятая глава Евангелия от Матфея это лицо христианина. Почитайте и скажите, а я скажу себе, далековато себе еще до настоящего христианина. Поэтому надо меняться, надо каяться, не надо говорить, у меня стаж 50 лет, а что толку с этого стажа, когда с тобой поговорить нельзя по-нормальному, ты как спичка, что толку с этого стажа, кому нужен стаж? На пенсию здесь у нас не нужен, а для вечности стаж нужен? Ну да, от стажа кое-что зависит от того, сколько мы уверены, как мы ходим перед Господом, зависит. Ну, на основании стажа выработанного выходил 50 лет в молитвенный дом, за это не отправляют в Царство Небесное, это не показатель. Сердце чистое, исполняющее Слово Божие, вот показатель. И я напомню то, что говорил в прошлый раз, не всякий говорящий мне Господи, Господи, помните дальше, войдет Царство Небесное, но исполняющее волю Отца Моего Небесного. И многие мне скажут в тот день, Господи, Господи, не не Твою именем мы пророчествовали, не Твоим именем бесов изгоняли, не Твоим именем мно чудеса творили, а я им скажу, отойдите от меня, что делаешь беззаконие. нас было союз, чтобы мы эти вещи понимали. Мы для этого читаем, мы для этого слушаем, потому что, вы знаете, что просто так вот поверхность, галопом по Европе, но все хорошо, то если хорошо, то хорошо. Наверное, уже сегодня, может быть, увидели, что все-таки не все хорошо так, как должно было быть. Не все хорошо. Но Бог сегодня дает нам возможность хотя бы попросить прощения за то, что не все хорошо, и уже начать что-то делать по-новому, а так глаза закрыты, и все хорошо, хорошо, и даже покаяться не сумеет человек. Это ведь самое главное, это первый шаг в вечность, это первый шаг в Царство Небесное. Ибо весь закон в одном слове включается, любит ближнего твоего, как самого себя. Если друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Как вы думаете? Почему апостол Павел так написал верующим? Потому что они умеют так делать. Если бы этого не было, зачем было писать? Но Павел говорит, вот так должно быть, а если друг друга угрызаете и съедаете, скажите, пожалуйста, когда мы друг угрызаем и съедаем, как вы думаете, что бы мы хотели видеть? Но наверное редко хотим съесть. Хотим его исправить, правда? Но когда укусишь да больно, как вы думаете, будет исправляться или нет? А как он исправится? Когда ему так боится, его еще цапнули зубами. Ну хотели таким образом исправить его, помочь ему. А ведь основное мы так и говорим, почему мы так делаем? Ну я ж не просто так, я ж хочу помочь, я ж не такая, как она, я терпеть не могу. Ну и там далее, далее, далее подобное. И так, знаете, из-под чешка иногда, иногда даже не зная, кто тебя укусит, как. Но а намерения благие, чтобы исправиться, чтобы церковь была духовная, чтобы дары Божии действовали. Знаете, после зубов другие дары могут действовать, особенно когда болит, да не совсем человек на должном уровне находится. И вот Павел здесь говорит, это болезни, это болезни. если же друг друга угрызаете и щедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены кем? Друг другом. Это, наверное, самая большая проблема, что иногда мы вместо того, чтобы помочь, можем щиесть. И 16 говорит так, а я говорю, он много предупреждений здесь вынес. И встает вопрос, а что же делать, как же жить? Как сориентироваться, чтобы не попасть в эти сети? И он дальше говорит так, а я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Я, наверное, этим остановлюсь, если Господь продлит нашу жизнь, мы будем с этого стиха начинать следующий наш разбор, а пусть сегодняшнее слово ляжет на сердца ваши, чтобы в будущее время нам жить по Слову Божию, иметь благословение от Господа. Аминь.